Не надо меня записывать. Нет, надо. У меня отказываются, вот, Вешникова Елена Сергеевна отказывается принимать документы, говорить, что паспорт недействительный, что им ОМВД запретила принимать. Вам не с печатью, МФЦ поставите, да, с росписью. Телефон уберите, пожалуйста. Мы находимся в учреждении, вы не имеете права нас снимать. Нет, вызывайте, конечно, вы должностные лица, сейчас идет нарушение моих прав. И я это фиксирую. Нет, да вы не имеете права. Во-первых, хотела показать, что у меня, допустим, есть куча нотариальных документов, да, где точно так же ставится штамп. Вот ставится штамп, ставится штамп, роспись пишется вручную. То есть вас устроит, если будет стоять штамп, и вручную будет расшифровка стоять. Нас все устроит, не устроит МВД, а потом будет возврат, и... Так МВД же сами, у меня есть форма. И мне будет проверка. Вот мне это нужно лично? Вы должностное лицо. Вы просто посредник. То есть, смотрите, у меня есть форма 1П, сейчас муж ее из машины приносит, где стоит штамп. То есть паспорт получен в марте месяца, 18 марта. Давайте мы пойдем с вами на выдачу, получим отказ от МВД официальный. Ну, она за ним пошла, она сейчас принесет его. Не принесет, не принесет. Вам надо сходить лично на выдачу с паспортом вашим. То есть я с этим паспортом кучу уже документов составляла, и у нотариусов, и у юристов. Я понимаю, мы не просто так, это откуда-то с воздуха берем, понимаете, от МВД. И мало того, телефон везде указан, они везде могут... Вот они не дозвонились дома. Так, хорошо, сейчас решаем этот вопрос. Если я ставлю штамп, и рядом пишу решение... Нет, штамп нет. Штамп у меня в паспорте стоит. Я сейчас открыла правила миграционного учета. Пункт 7, 16, 3. Там ни слова не сказано о личной подписи. Как по заявлению все идет? Располнение заявлений. Я понимаю, но я их открыла и прочитала. То есть у вас написано, что нарушены. У вас эти правила есть? Вот там все про заявления. Я понимаю. Они вообще у них все отказаны на основании того, что неправильно запомнили заявление. Я понимаю, у вас эти правила есть? Вот чтобы мы вместе с вами взяли и посмотрели. Если вы это указываете... Нет, я понимаю, если вы это указали... Я понимаю, если вы это указали, вы должны тогда конкретно сказать... Не просто пункт написать, а прямо цитату, что именно нарушено. Потому что я открыла эти пункты, и я никакого нарушения не нашла. Да, да, давайте. Прямо, чтобы вся полная информация была. Я согласна с вами, что там расплывчатый. Нет, там не расплывчатый. Давайте озвучим. Бланк заявления. Орегистрация заполняется разборчиво от руки или с использованием технических средств. Согласны? Как раз таки штамп является техническим средством. То есть мало того, что нет. Да, мало того, что нет нарушений. Наоборот, все строго в соответствии с регламентом. И, понимаете, то, что вы написали вот эти строчки, в паспорте отсутствует личная подпись, получается, что вы эту запись, это от себя тяна. Согласны? Ну, то есть вы ни к какому нормативно-правовому акту не ссылаетесь. Если вас что-то не устроило, можете написать жалобу. Да, конечно, я и напишу. Только мы не пишем жалобу. Мы не пишем жалобу. Мы пишем воле заявления. Просто это рассчитано на недееспособных, которые верят на слово. А стоит посмотреть, что написано в пунктах соответствующих, то все становится на место, что все сделано правильно. А вы просто действуете неправомерно, неквалифицированно, некомпетентно. Я вам сказала, я могу принять, завтра я вас вызову для того, чтобы вы задали... Ольга Владимировна, но вы же понимаете, что это неправильно. То есть вами манипулируют в данном случае. Понимаете? То есть вы пособник неправомерных действий вот этой вот федеральной миграционной службы. Вам сказали на словах, а вы вот это вот... Это подлог уже служебный. То есть, безусловно, будем с прокуратурой разруливать, как-то разбираться. Потому что то, что вы написали, абсолютно этим пунктам не соответствует. Дадите мне? Пожалуйста. Да, потому что вы мне прямо распечатали, дали приказ, а вовсе не правило. До свидания. К вам лично, как к человеку, у меня проблем, ну, вопросов нет. Даже во всех странах пробежки разрешены, потому что они способствуют иммунитету. У нас не другие страны, у нас Российская Федерация. И что, значит, надо дурные законы что-ли исполнять? Дурные, а не дурные, исполнение подлежит. Почему? А если вам скажут, что стрелять надо, будете стрелять? Если закон примут, так и будем стрелять. Если закон примут, так и будем стрелять. Кислород, я не... дома... я так дома сижу. Ну и что закрыты? Знаете что, вам завтра скажут, расстрелят меня. Вы будете стрелять? Скажут, будут, скажут, будут, скажут, будут, скажут, будут, скажут, будут.